Экскурсия для студентов профессионального колледжа Московия началась с подробного обсуждения вариантов дальнейшего обучения и получения высшего образования по специальности. Сотрудники кадровой службы рассказали ребятам обо всех преимуществах, что дают вузы системы МВД. Будущих полицейских заинтересовало, что стаж службы начинается с первого дня зачисления, а вместо стипендии курсанты получают зарплату. Юридическое образование нашего института, оно как раз таки очень способствует, больше чем институты гражданские, способствует продвижению по карьере, карьерному росту. Ребята интересовала, по каким направлениям идет подготовка специалистов, есть ли возможные варианты дальнейшего трудоустройства, например, в экспертно-криминалистическую службу. Представитель этого подразделения рассказал о работе коллег и продемонстрировал, как пользоваться основным арсеналом специалиста по сбору и исследованию улик с места преступления. Ребята заканчивают четвертый курс, нацеленные идут уже на производственную практику, соответственно, на написание выпускной квалификационной работы. И у ребят наступает ответственный и важный этап в жизни, когда они должны определиться со своей будущей профессией. Программа экскурсии была очень насыщенной. Студентам колледжа показали дежурную часть и рассказали о том, как работает этот центр управления, что координирует действия оперативных служб. Особый интерес вызвала демонстрация навыков служебных собак, которых в кинологической службе сейчас семь. Обязательно нужна собака, которая будет из служебного питомника, чтобы непосредственно уже забрать ее сюда. То есть просто с улицы собачку привезти нельзя. Студентка четвертого курса юридического факультета Анна Жаринова точно знает, что после окончания колледжа пойдет работать в полицию. Уже выбрала свое направление – подразделение по делам несовершеннолетних. Я узнала, как работает в МВД и задумалась о том, что может быть стоит пойти работать сюда после колледжа. У меня папа работал в правоохранительных органах, и он меня подбивал к этому, и я решила пойти сюда. Во время студенческого десанта ребята подробно познакомились со зами будущей профессии и, возможно, еще раз убедились в правильности выбора. Акции проходят на постоянной основе, и уже немало вчерашних выпускников стали действующими сотрудниками полиции. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.